Добрый день! У нас сегодня разогрев перед очередным матчем ЮФЛ, Алания-Чайка. И у нас в гостях сегодня Юрий Форзунович Газаев, бывший тренер Вадикавказской Алании, Шинника, Камаза и многих других профессиональных клубов, который на личной практике знает необходимость работы с юношами. И Тимур Мирославович Артабаев, вице-спикер парламента Северной Осетии, бывший футболист, чемпион России среди 18-летних, воспитанник юности, и ученик известного тренера Игоря Синькина, который сейчас возглавляет «Крылья Советов». Спасибо, что пришли к нам в студию. И сразу же первый вопрос перед матчем. Насколько вы вообще следите за юношеской футбольной лигой, и как вы считаете, насколько этот проект важен и перспективен в России сегодня? Ну, вообще, вот здесь я бываю достаточно часто, да, и смотрю, когда есть время, или я здесь бываю, да, то для меня очень интересно. Интересно смотреть, как на материал, да, который завтра должен пополнить большие-большие команды. Поэтому достаточно часто бываю здесь. Тимур, вам слово тоже. Добрый день всем. Действительно, этот турнир вообще, когда строилась эта академия, я принимал какое-то участие в ее строительстве. Основной целью руководства академии был ЕФЛ. Все региональные российские турниры, они, безусловно, учитывались, но все понимают, что сейчас в нашем стране, в нашем государстве, именно ЕФЛ является главной лигой, в которой дети растут, в которой дети развиваются, за которой есть внимание профессионального сообщества, есть внимание селекционеров, руководства практически всех клубов в нашей стране. И я считаю этот турнир на данный момент лучшим в России, главным в России и тем трамплином, который для наших детей, для наших ребят, безусловно, необходим. И стараюсь не пропускать игр, важных игр, таких, как сегодня, особенно. И по мере возможности прихожу сюда очень часто, понимая, что именно этот турнир, который мы сегодня смотрим, является главным для наших ребят. Ну и сразу вопрос о матче, центральный матч тура, безусловно, Алания-Чайка. Алания сейчас занимает второе место, Чайка занимает первое место, у гостей нет ни одного поражения. Алания в конце предыдущего этапа немного забуксовала. И если вы следите за турниром, скажите вообще, как вы считаете, какие сегодня шансы у команды, есть ли возможность у Алании зацепиться за очки? Вы знаете, я два слова еще скажу о том, что выстроено должно быть все таким образом, чтобы была и высшая лига, чтобы было куда стремиться. Первая региональная, то есть лига. Вот это тоже очень важно, потому что и футболисты должны стремиться попадать и играть среди лучших, да, и должны соответствовать. И там должны быть, естественно, награждения во всех лигах, бывает и во взрослых, поэтому вот это так добавлю. То, что касается сегодня матча первой и второй команды, да, потому что то, что касается нас, ну, Осетия, Осетия вообще, я считаю, что это тот регион, который всегда давал очень много футболистов сегодня и давал много тренеров, и сама, в общем-то, природа и погода, она, в общем-то, предполагает того, что здесь можно футболом заниматься, ну, практически круглый год. И вот вы видите, сегодня уже на октябрь месяц она соответствует. И потом амбиции не только мальчиков, но с детства родители питают своих, в общем-то, детей футболом. Да, поэтому то, что касается команды, я думаю, игра будет очень интересной и, безусловно, я верю и уверен в том, что наши мальчики стремятся быть первыми, быть первыми. А как сложится матч, это сложно сказать. Единственное, говорят, желаю успеха обеим командам. Сегодня я все-таки желаю успеха команде нашей больше. Да, конечно. Тимур, ваши ожидания от матча? Во-первых, слова уважения сопернику, команде «Чайка». Честно говоря, редкость большая, чтобы в таком маленьком населенном пункте еще и на деньги частого инвестора вот такие проекты развивались. Мы первый раз «Чайку» увидели еще во второй лиге, когда она соперничала с «Аланей». А сейчас мы уже видим и ребят, и молодежь, и детей, которые к нам приезжают. Еще раз слова большого уважения, потому что человек, который этим горит, этим болеет, который так заботится о детях, о футболе, о спорте в нашей стране, это большая редкость и достойно всяческого уважения. Хотел бы еще отметить, что очень ребята и ведут себя и на поле, и вне поля, и тренеры. Ну, очень приятно, побольше бы таких команд и побольше бы таких соперников. С такими соперниками и наши ребята развиваются и становятся лучше. Ну, а по турнирной ситуации, по турнирному положению, думаю, после сегодняшнего тура произойдет рокировка между соперниками на поле, потому что, да, наши ребята дома все игры проводят очень сильно, очень уверенно. Думаю, победа за нашими ребятами сегодня будет, также, да, ну, при всем уважении к сопернику. И сразу такой вопрос, Юрий Фразунович. Вот ЮФЛ, насколько важно занять первое место или гораздо важнее выстроить именно систему, структуру? То есть, вот мы видим, Алания, да, есть определенные наработки Тедеева, да, по которым он работает. Важнее подготовить ребят для этой команды или важнее занять первое место? Часто бывают споры такие. У меня, я вам хочу сказать, вообще, все, что касается школ, да, и дублирующего состава, на первом месте, конечно, это хороший, из материала хорошего сделать хороший продукт, да. для решения больших профессиональных задач. Но, вот кто-то говорит, не важен результат. Тренер должен ориентировать мальчика обязательно на результат. Он должен стремиться быть первым, но при этом он не должен его давить за то, что он проиграл. Потому что, ну, особенно в юношах, в детях, и не бывает какой-то, в общем-то, фальш или не добежал, или еще что-то. Они делают все, что можно. Если сегодня соперник оказался сильнее, ты, когда похвалишь своих футболистов и скажешь, что я видел, вы делали все возможное, они с удовольствием будут завтра приходить на тренировки, и здесь не будет никакого излома. Поэтому, если глобально смотреть, конечно, это подготовка кадров для большого футбола. Если ориентировать, без, допустим, этого не может быть без ориентира на первое место. Поэтому и первое место важно, и ориентир на чемпионство важен, дух должен такой быть. Ну, и самый все-таки важный момент – это подготовка качественных футболистов, которые не имеют границы. Границы, то есть, со второй лиги, первой, премьер лиги. И надеюсь, что вот эта академия и будет служить, как сказали, площадкой для того, чтобы перейти в большой футбол. Тимур, такой вопрос к вам. Вы сами занимались футболом. Скажите, пожалуйста, какие были в вашей юности турниры? Что-то было похоже? И что вам вообще запомнилось? Какие остались впечатления от таких соревнований? В наше время все было, конечно, немного по-другому. Кроме официальных турниров, первенство России, Кубок России, уже где-то, когда нам было по 11-12 лет, известный меценат, известный любитель футбола, Виктор Горлов основал проект детской футбольной лиги. И тогда вот всеми правдами, неправдами, Игорь Витальевич Осенькин, тренер наш, находил где-то средства, находил где-то деньги. Родители, я помню, сбрасывались, скидывались, так сказать. И мы ездили на эти турниры, потому что турнир был неофициальный. И за счет спортшколы, за счет государства на них мы ездить не могли. Но мы участвовали несколько лет подряд в этом турнире. И уже тогда это было, ну, я даже считаю, неким прообразом UFL. Потому что человек очень сильно горел этой идеей, переживал, болел. Все было организовано всегда на высшем уровне. И именно вот UFL, считаю, прообразом вот того, что сейчас происходит здесь, вот этого турнира. И, честно сказать, в детской футбольной лиге тогда мы уже видели будущих игроков сборной России. Практически все, кто вот примерно сейчас возрастом 30-35 лет, они проходили через детскую футбольную лигу. И потом мы видим, что из них получались футболисты. К сожалению, такого, как сейчас турнира, таких, как сейчас условий, такого, как сейчас внимания к большому спорту, к спорту высоких достижений, к детскому спорту, к физической культуре, тогда у нас в стране не было. Не знаю, из-за субъективных, из-за объективных причин, но это факт, что сейчас уделяется этому очень большое внимание. И, конечно, хотелось бы, чтобы в наше время было что-то подобное. И по-доброму мы сейчас этим ребятам, конечно же, все завидуем. Такой вопрос, Юрий Форзунович. Вот вас, наверняка, часто в ваших клубах были молодые футболисты, только вышедшие из юношеских команд. Как вообще вы с ними работали? Какие особенности? Предпочитали ли вы более возрастных игроков, опытных? Или вам, наоборот, нравилось работать именно с молодыми? Ну, вы в вопросе несколько, в общем-то, затронули то, что было много молодых. Естественно, конечно, ориентировался на молодых. И работа даже здесь, там, в Автодоре или в Моздоке, ты менял состав. И вот Тимура, многие партнеры по команде, они фактически здесь шагнули в футбол. Когда ты им начинаешь говорить, кто-то говорит, я в 16 уже вышел на замену, в 17, допустим, недавно мне Засейф говорит, как первый гол забил. И говорит, вы нас выпустили с Айларом на 15 минут, я Айларов, говорит, обыграл по краю, прошел передачу, мы выиграли 1-0. Конечно, просто я думаю, что ориентироваться нужно на перспективу, да. Но без, допустим, опытного звена, кто-то сегодня говорит, вот у нас нет опытных, поэтому мы внизу, на следующий год лучше будем. Я недавно с Корсановым разговаривал, это тренер второй команды. Я ему говорю, ты знаешь, у меня, говорит, самый старший был вот Андрей Передырь, и он здесь находится, ему было 22 года, когда я принял Игорю, дальше Беляев и Ахрименком по 20 фактически. Вот основной костяк был, остальные все были, вот они 16-17 лет. Но я вот Тимура в чем, в общем-то, поддержу, что нужно условия создавать, и, к сожалению, не было. А может быть, это и провоцировало, там, сегодня двора не стало. У вас двор был, да, и вы с утра до вечера играли, а сегодня это редкость увидишь, и, конечно, какие-то преимущества, условия надо создавать. Время двигается вперед, но ориентироваться нужно на молодых. И мы удивляемся, если Аякс там играет молодыми, и говорят, они звезды мирового уровня. Я уверен, что у нас в России талант, не менее талантливая молодежь, и потенциал не меньше, да. Но мы как-то, в общем-то, нужно и систему выстроить, и потом нужно понять, что футболисты, это тот же Цалагов и Ткачев мне говорили перед игрой с Зенитом, мы, говорит, боимся. Я говорю, а что боитесь? Вы на поле 7 лет, вам уже почти 20 лет, вы 12 лет на поле находитесь. Трибуны не побегут, в общем-то, наоборот, вас должны подстегивать. И они совершенно другие вышли. То есть нужно уметь и психологический груз сбрасывать с ребят, и тогда они, в общем-то, все свои умения, которые на протяжении 10-12 лет накопили. Другой момент, может быть, мы хуже ориентированы на физическое состояние, потому что эти ребята должны проходить и за счет собственного веса, потом тренажеры и все. И они растут, и к 20 годам он может быть зрелым, и тактически он может технически быть оснащен, и физически он должен, может быть, готов. Я думаю, что вот это понимание, понимание тренера, тогда они будут и молодых футболистов выпускать. Но, опять же, безопытных, все-таки поувереннее себя чувствуют, когда их ориентируют. Так что я думаю, что вот этот турнир великолепный. У молодежи большие перспективы, большие перспективы. И надеюсь, надеюсь, что команда их будет с удовольствием принимать, они их будут эксплуатировать, они будут получать опыт. И уже в молодом возрасте будут умелые и достаточно опытные футболисты, на которых будет спрос на самом высоком уровне. Что ж, спасибо нашим уважаемым гостям. Сегодня у нас был Юрий Газаев, Тимур Альтабаев и я, ваш ведущий, Антон Мозговой. Что ж, ждем матч. Алания-Чайка. Всем спасибо. Смотрите трансляцию. Спасибо вам. Спасибо.